Чтобы оно работало, его тоже нужно перепаковывать в маленькие кусочки знаний, в короткие цепочки, когда тебя цепляют вот этим асинхронным треком, не лекции двухчасовой, выложенные в интернет, когда тебе преподаватель говорит, я тут начитал всякого разного, посмотри при случае, задай вопрос. И вот я прихожу на его площадку, включаю, значит, его этот ролик и вижу, что продолжение этого ролика два часа. И я умираю сразу же, выключаю это, убегаю, потом на ускоренном режиме смотрю, не вникая особенно, не умею этого, и в итоге не получаю ничего, пользы никакой от такого. То есть это не асинхронное образование. А вот если преподаватель говорит, смотри, вот первый пункт, ролик на ТЭДе, я понимаю свои компетенции, я понимаю, что я не расскажу ярче, чем Холкшинг о единой теории Вселенной. Ну не расскажу я, не умею я. У меня энергетики такой нет просто-напросто, а у него есть. Я отправляю их туда. Я понимаю, что я не расскажу про золотое сечение в современной архитектуре, как оно сейчас воплощается. Я отправляю этого человека еще куда-то, как графику Берена, на третью площадку. Я собираю, я как преподаватель собираю для студента мотивирующий трек из одного, двух, трех информационных объектов разных, которые делают человеку интересно. И вот когда ему стало интересно, я его перевожу на следующий уровень. Я ему начинаю давать те вещи, которые делают ему понятно. Вот в этом самом асинхронном режиме. То есть я представляю себе, как студент посмотрел, что его заинтересовало? Вот это, вот это, вот это. Где можно интересно посмотреть про вот это, вот это, вот это? Где можно проблемы получить, которые эти информационные объекты затрагивают или создают? Это может быть фильм, это может быть книга, это может быть какое-нибудь зрелище, это может быть какой-нибудь там, не знаю, комикс, постер, неважно, который создает у человека проблем в голове и мотивирует его на дальнейшее ковыряние в материале, чтобы ему стало понятно. А затем я ему говорю, а теперь давай попробуем из этого извлечь какую-нибудь пользу для тебя лично. Что тебе это даст? Как это, как это новое знание сможет помочь тебе? И разбирать, и даю ему следующее задание, которое тоже маленькое, короткое, понятное и уже совершенно точно полезное. Это больше похоже на правильное синхронное обучение, это должно по идее лучше работать для нашего студента, потому что оно дискретное, маленькое, и я понимаю, что это не гора в 2 часа, а это может быть даже и больше. Пускай это будет хоть 2 дня таких материалов, но она маленькими порциями для меня идет. И я вижу, что я могу здесь полистать, здесь посмотреть, поковырять, это не монолит, он мне не настолько страшный. И он разный. Где-то презентация, где-то текст хороший, где-то даже книга, где-то это фильм действительно какой-то, где у меня задание есть, посмотреть на всякие несоответствия физике современной. Ну, вытащить оттуда какую-то нестыковку, забавный казус. Много такого материала, его можно компоновать, это очень мотивирующие штуки. И они как раз создаются, когда учитель, когда преподаватель понимает, что такое сегодняшнее медиа, и с чего они состоят, и как они работают. Тогда синхронное образование – это более работающая история. Субтитры создавал DimaTorzok